Председатель Межведомственной комиссии по вопросам нераспространения COVID-19, заместитель премьер-министра Еролы Токжанов с рабочим визитом посетил Североказахстанскую область. В ходе своего визита он посетил среднюю школу в селе Петерфельд. Это первое учебное заведение в нашем регионе, которое передали в доверительное управление частному предпринимателю. Также вице-премьер проинспектировал завершение строительства новой инфекционной больницы. После этого Еролы Токжанов провел совещание с руководством области по эпидемиологической ситуации, заслушал отчет Акима области Кумара Аксакалова, а также руководителей местных государственных органов о принимаемых мерах. Заместитель премьер-министра отметил увеличение количества зарегистрированных случаев COVID-19 в регионе. Также указал на необходимость мобилизации усилий местных органов власти для стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе. С учетом продолжающейся фиксации случаев завоза COVID-19 и за рубежа, Межведомственная комиссия приняла решение с 9 ноября для водителей, осуществляющих международные двусторонние и транзитные грузовые перевозки, ввести требования по обязательному предоставлению справки о ПЦР, тестировании с отрицательным результатом. Вместе с тем, Межведомственной комиссии поручено Акимату области с 9 ноября принять ряд ограничительных мер, ввести карантин в городе Петропавловск с установлением блокпостов по периметру города, установить санитарные блокпосты в населенных пунктах, где ежедневный прирост составит более 10 случаев, сократить железнодорожные перевозки по направлению Петропавловск-Алматы, приостановить деятельность религиозных объектов, театров, кинотеатров, объектов культуры, а также ограничить время работы в будние дни торговых домов, торговых центров, непродовольственных магазинов площадью более 500 квадратных метров с 8 до 21.00. Мы вас поздравляем. Спасибо большое. Я думаю, это очень важно. Это поручение ЕНВАСЭ, поручение президента страны, практически во всех регионах, создает именно такие структуры. Конечно, это веление времени. Вся ситуация, которая происходит сегодня в мире, вы знаете, непростая. Непростая. Мы готовимся к второму году. Продолжение следует...